Срубил дерево, посади 10. Поймал рыбу, выпусти десяток мальков. Такое правило взяли на вооружение любители подводной охоты из Бийска. В прошлом году в озеро Уткуляни выпустили 237 килограммов рыбы. Это порядка 1200 мальков, карпа и белого амура. Уже через несколько лет рыба начнет метать икру, и популяция обитателей живописного Алтайского озера пополнится естественным путем. Любители подводной охоты намерены заботиться об озере и дальше, потому что один раз выпустить рыбу в озеро недостаточно. Вопрос зарыбления Уткуля и проблему его экологии рыбаки-подводники обсудили с депутатом Государственной думы Александром Прокопьевым на личном приеме. На берег приезжаешь, грязь, мусор, рыбы нет. Мы стали запускать, чистить берег, как по мере возможности делаем. Мы эти плакаты, транспаранты на берегу вывешиваем тоже, чтобы люди не засоряли. Вот второй год уже этим занимаемся. Активисты клуба Прозак-22 намерены заботиться об озере и дальше. Если проблему с очисткой берегов решить довольно просто своими силами, то с увеличением популяции рыбы все сложнее. Прежде чем выпустить в озеро Мальков, нужно провести экспертизу водоема. Я понимаю, что можно сделать добро и охоту сделать добро природе, но надо делать это с точки зрения закона. Чтобы зарыбить любой водоем, необходимо сначала обратиться, сделать необходимо научно-биологическое обоснование. Сколько и какую именно рыбу выпускать в озеро, окончательное решение принимают в Москве. И прежде чем в очередной раз выпустить Мальков в Уткуль, необходимо уладить юридические вопросы. Вместе попытаемся сработать. Юридически тоже подготовим Александр Юрьевич, тогда Есипенко с моей стороны, чтобы у нас эта тема в динамике была. Чтобы мальки хорошо прижились в озере, их выпускают весной или в конце осени. До ноября еще как раз есть время, чтобы провести акцию по зарыблению с соблюдением всех требований закона и под контролем рыбоохраны.